Катерина, добрый день. Здравствуйте, вот я как раз вам. Здравствуйте, люди добрые. Катерина подготовилась. Да, я подготовилась. Майкап чуть-чуть сделала. Правда, руки, это, как вот рудяги, не в порядке чуть-чуть. Да и перчатки не, это сама. Что у вас интересного? Крышечек? Крышки, да, подготовила. Цена такая же самая, 30 гривен. У меня, значит, появились подсвечники, вот такие вот маленькие, миниатюрные. Еще одну красоту сейчас принесу. А вот она. Тоже миниатюрный подсвечник и крышечка очень интересная, красивая. Да, да, пожалуйста. Вот такой, обязательно, такой подсвечничек. Зеленый, да. Так, красивенький вот. Я сегодня все, что-то все на зеленое ударилась. Такие у меня. Хорошие бокальчики, кстати, почем? 20 гривен на день. Такие. Это хрусталь. Такие 50 гривен один. У нас такие были. Наверное, 70-х. Такие по 30 гривен у меня чашечки. Это у нас коростень, да? Да, коростень. Четыре чашки. Без полёдя, плакаться можно подпирать. А вот такая вот у вас ваза почем? Да. Ваза 150 такая. А вот это коричневая? А малютка за полтинника там. Вот такая у меня сахарничка. Немножко потерта. Городница, городница. Да, первый сорт. Ну, то есть, основные цвета остались, а золото, конечно, уже всё. Да. Ну, крышка. И тут главное, что тут вот такое вот. То ли она уже мне такая досталась. Да, мне кажется, даже праздничная. То ли реставрировали, то ли я вот так, ну, оно гладкое здесь. Не знаю. Может, и фабричное. И золотом, главное, всё. Ну, пусть. У меня такая баба-юга. Пельменица 100 гривен. Вечная тема. Да. Вечная пельменица. Вечная. И недорого. Да, симпатичная. Олень деревянный. 50 гривен олень. Кто же это такое производил? Кстати, очень даже почему же. Такой будренький, веселенький. Сколько? 50? Да. 50 гривен. По-моему, сколько здесь работы и цена. Ну, у меня такие нормальные сознательные цены. Вот такая вот миниатюрка куда-нибудь. Ага, это как плафончик маленький. Ну, маленький плафончик. Девочки-рукодельницы найдут, куда его применить. Его, если это самое здесь блюдечко, можно и как вот свечник. А сколько маленькая соляночка? 50 гривен. 50? Да. А вот это? Тоже 50 разверняли. Такая шкатулочка миниатюрная, подороночная, куханному. Хоть мыло туда положи или еще какие-нибудь миниатюрные. Сколько-то какауточка у вас? За 30 гривен отдам. У меня вот такие вот куколки появились, фарфоровые. Одна куколка 50 гривен. Два мальчика и одна девочка, я так понимаю. И у меня есть такое. Сейчас покажу. Как моя бабушка сказала, чулки. Не чулки, а чулки. Так нет. Нет? Самое главное, что целое, значит, город Прилуки, улица Ленина. И коштовала 80 копеек. О! На длинные ноги 100 гривен. Это же их подкочевали, так, подрезали. Да, да, да. Ну, их не носить. Ну, селфи делать. А у меня еще были панталоны с начесом такие. Мы с девками тут одевали, прикалывались. Селфи друг друга. Вот такие, блин, вот такие. Тоже советских времен, да? Это самое с начесом, это самое с ценниками. Дядька, да, 100 гривен купил, даже не торговался. Так смеялся, сказал, жене подарю. Наверное, вечером оденут и будут делать селфи. Ну, чулки, конечно, это самое здравствуй, дорогая. Чулки, конечно, очень-очень такие. Да, это раритет. У меня один дядька просил, так, где ж его сейчас найдешь. А тут чулки появились, так, мужичка нету. Кто просил, чулки в наличии. Я думаю, придет. Я тоже так думаю. Вот такая деревянная, это самый деревянный подсвечник, ручная работа. Тоже недорого, 30 гривен, да. Он даже чуть-чуть такие, чуть-чуть потрескан. Ну, и наждачечкой подклеить. Так, и вот Катерина тут у нас работает. Можно вот от нее подшить брюки. Да, да. Нише брюки подшить. Я многое что умею. Ну, это молнию, это... По 20 гривен. Да, 20 гривен. Пожалуйста, можно приходить. Катерина вам сделает работу. Прямая юбка. 20 гривен. ХБшка. У меня это самое, так, лоточки. Сейчас покажу вам. Шерстяные, да? Вот такие вот лоточки. 20 гривен шерстяные. Один, вот одна такая расцветка, это самое, другая вот такая вот расцветка. Шерстяные целые. Сколько им год, то есть они нормально выглядят. Шерстяные шерсти, тут вообще без добавок. Тоже не обязательно их носить. Сейчас... Можно для рукоделия. Сумки, да. Рамку, да. Рамку, да. Кто, значит, их лакирует. Кто на что гараж. Кто прямо поэтому это самое крестиком вышивает. А если большие ткани, то делают это самое пальто. Давайте я, наверное, у вас вот этот заберу, Катерина. Мне понравился. Я себе на стол, как в скатерке. У меня маленький круглый стол, я себе положу. Ну, вот так же вот основание, вот так вот. Я вот этот заберу, заворачиваю. Это самая середина скатерки. А здесь, ну, можно фантазировать до безграничности. Спасибо, Ирина Юрьевна, вам большое. Спасибо. У меня вот такой вот воздушный шарфик. Воздушный шарфик. Вот сейчас вот ходить. Палантин. Это самое. Тоже 30 гривен. Вот такой вот шарф. Тоже целенький. 30 гривен. Это хэбэшка, наверное, да? Это с кистями. То есть у меня все недорого. Ну, конечно, 30 гривен уже тут не торговали. Тут бы чаевые оставили. Ой, что ж мне подарили люди. Покажите нам. Это зрители подарили? Вот и качи, а гули уже в осени. Это винтаж, наверное, 90-х, да? Вот такие вот сапоги. Мой любимый размер. Серьезно? На такой шнурочечке низкой. Хочешь на работу бегать самый раз. Да и во дворе где-нибудь. Осень впереди, да. Хоть это самый супермаркет пробежатый. Я как оденусь, как беловая колбаса. Иногда люблю так приукраситься. Вся такая яркая, румняная. Молодец, Катерина. Вы молодец. Живчик. Пример всем. Сейчас Катерина нам еще что-нибудь. Вот такая вот скатерочка, ромашечки за двадцаточку. А дам. 20 гривен, вот, пожалуйста, кусок материи. Потом вот такие вот здоровенные шторы плотные. Штора почем? 50 гривен. Как раз на одну комнату, на дворец не хватит, а на одну комнату в самый раз. Плотные, хорошие шторы. Ну, тетю Катю подвезти, такие ткани вон. Ой, да, ткани классные. ХБ. Я, по крайней мере того, что шью, я некоторые ткани продаю людям. Вот это вот кусок ткани. Вот такой вот. Ну, это натуральный. Да, видно, видно. Это самое. 50 гривен. Это еще советские. ХБ-шка, да. Вот попробуйте на качество. На качество какое. Да, плотный, плотный. Классный хлопок. Качество какое. Раньше я маленькая была, мамулечка моя мне сшила это самое. Сарафанчики, платья, халаты. Сарафанчики, да. Да и хоть трусишки, это самое. ХБ-шки. Это ж тебе не синтетика какая-нибудь. Договоримся. Да, так что приходите. У меня есть фатин, значит, это самое. Много фатин. Кому нужен фатин, приходите с Катериной договаривайтесь. Ширина фатина 3 метра. 3 метра. Ширина не считается. Считается только вина. Ширина 3 метра. И длина где-то метров 5-3 и более. Цвета зеленый. Ух ты, еще и на выбор. Так и хочется сказать. Да хренеть. Ну, такое можно сказать. Да, да, да. Это значит хорошо и много. Много, блин. Работы там по чате вообще есть. Утром начал працювать и с фатином и следующим утром закончил. Конечно, из него перечислять, что можно всего всякого сделать. Для руготельниц, конечно, фантазия в море. Хоть броши, хоть цветы. Да хоть вот сюда банты. Ну, зеленый не оденешь. Тут они не загодят через 4 месяца. Новый год. Да. Елку обрядишься. Пора уже готовиться. Будем делать из фатина, елку, костюм. Можно просто там обкотаться в весь фатин. Сколько у меня есть и под елки. Катерина, все, я думаю, придут к вам и все купят. Спасибо большое. И вам спасибо большое за контент. Всех, кто нас это смотрит, всем большое спасибо. Ставьте лайки. Мы вас любим, всегда ждем. Рады всегда. Придете с деньгами хорошо, без денег все равно. Мы подарки дарим. Да, в прошлую субботу пришли, эта многодетная семья, 8 детей у них. Ой, божечки. Да, 8 детей. Тетя Катя одела була и свою маму. Молодец, тетя Катя. Вот сюда вот одели, вот золото, вот сюда. Нарядились. Она хитрая девок своих 5 штук отправила погулять, девки прибежали. Ой, мы тоже хотим подарить ей нам. Я говорю маму, одела була, шарфик, даже такие палантин шикарные же подарила, бирюзовый. Она такая счастливая была. Думаю, ну кто тебе еще сделает подарок, семья большая, как не я. Я говорю, приходи по субботам, смогу всегда подарить 200 гривен. А вы жарили 150 в прошлый раз. Да? Да. Ну раз язык сболтнулся, так уже давай. Не, ай болтай на стол. Не, 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 на стол нет. Ну хорошо, Катерина, у вас покупатель, пока, спасибо вам. Немеченый привет, Полянди, привет. Передавайте привет зрителям. Передавайте всем привет. До свидания. Спасибо, дорогая. Редактор субботunden. Спасибо, друзья.